Всем привет, дорогие друзья, с вами Ректабест. Давненько не было сборов и красивых отчетов от гильдии GVT, и данным роликом я решил это исправить. Присаживайтесь поудобнее, заваривайте чай-кофе, и я желаю вам приятного просмотра. Первая цель — 14 миллионов войск, по 3 миллиона Т-2, поляму Т-4, стрелковая фаланга, поэтому я сборю с аккаунта Ксинга пехотой. Через 3 секунды выходим, осталось прожать ковры и поджечь нашего противника, пронеся ему больше половины войск, скорее всего, хотя нет, чуть-чуть поменьше. Минус 6 миллионов 900, стрелки у него точно закончились, и далее можно либо в соло выходить кавы, либо засборить. Но раз уж мы все здесь собрались, поэтому давайте засборим и увидим суперский отчет, где, скорее всего, у него не останется никаких войск. Главное, чтобы он не проснулся и не ушел под щит, такое в этом королевстве бывает очень часто, там первый сбор залетел и все, дальше, к сожалению, без продолжения. Но не в этот раз, в этот раз мы донулили цель полностью, и получился вот такой вот отчетик кавалерийского сбора. Минус 126 миллионов силы, 7 миллионов 600 тысяч войск пошло в гроб, все не добрал, там остались только осадки, видимо, 28 тысяч, их ребята взяли в соло и забрали лидеры. Вот такая вот цель на полной ферме, поэтому, ребята, не спите без щита в наших королевствах, вот, лучше так не делать, а то можно об этом очень сильно пожалеть. Далее у нас тут цель для соло, почти 7 миллионов войск, очень много стрелков и при этом стрелковая фаланга, которую я уже прочекал. Иду пехотой, залетаем на минус 2 миллиона 600 тысяч войск, минус 33 миллиона силы. Да, чел спит на ферме, явно такое принимать он не собирался, там, кстати, стрелки еще остались, поэтому нужно добивать это все еще одной атакой из пехоты, только потом уже идти к кавалерии. Так, бац, возвращаемся побыстрее, меняем шмот, меняем фалангу, также нужно будет поменять лидера, потому что этот имбо-герой идет под стрелков и пехов. А нам нужен имбо-герой под каву, либо метаморф, либо, соответственно, магистр. Все, после выхода меняю сет, пытался здесь поменять таланты, но не успел, да и фиг с ним. Здесь тоже хороший отчет, минус 28 миллионов силы, осталось сделать еще примерно одну, ну максимум 2 атаки, забрать после этого лидера. Вот, целей для соло, на самом деле, в последнее время не очень много в наших госах, поэтому это редкое явление, в основном, конечно, появляются цели для сборов, причем очень сложные. И вот самые сложные цели, скорее всего, будут в следующем ролике, там, где будет там по 20, по 25, по 30, по 40 миллионов войск. Здесь такой разогревчик. Так, залетаю луками, луки должны добивать остатки и забирать лидера. Да, так и происходит, еще минус 22 миллиона силы, суммарно снял ему больше сотки. Так, а вот товарищ из гильдии Руб, возможно, даже русская гильдия, не знаю, что она забыла в нашем королевстве, в таком лютом, но не важно. Кто забывает надевать щит, тот, соответственно, обнуляется. Здесь я попытался угадать с фалангой, не стал заранее это проверять, но, видите, не повезло, залетел кавой в луков, поэтому нужно сейчас быстро переобуваться и выходить либо пехами, либо стрелками. Я решил пойти стрелками, потому что думал, сейчас луков пронесу очень быстро и упрусь частично в каву, нанеся больше урона, чем я бы мог нанести пехотой. В принципе, мой выбор был тут неплохим, правда, ну, супер много урона в каву тут не залетело. Но со стрелками я разобрался, поэтому возвращаем кавалерийский сет, стрелковую фалангу и снова идем к кавалерии уже чисто в пехоту и в остатки кавы. Стрелков там уже вообще нету, от слова совсем. Минус 850 тысяч войск, остается 17 тысяч, добираем их чем угодно и забираем уже какого? Второго лидера. Красиво. В гильдии ДжВТ у нас 4 аккаунта с максимальной прокачкой, поэтому даем дорогу молодым, так скажем, и сборит в этот раз рок-рок своей суперской кавалерии, серьезную цель, у которой было 15 миллионов войск. Правда, она на полной ферме, без крепа, но пропорция очень даже неплохая. Смотрите, по полтора миллиона Т4, по 4 миллиона Т2, но он теряет абсолютно всю пехоту от этого кавалерийского удара. Далее до нулить, к сожалению, не удалось. Он ушел под щит и на этом все закончилось. Поэтому переходим к следующей цели. Тут тоже был сбор и сбор, кстати, в этот раз уже от меня, с моего аккаунта. Скорее всего, сборы луками, другим я сборить не умею. Вот, нет, ну я сбор иногда кавой. Но в этот раз все-таки стрелковый сбор на миллиард 700 миллионов силы, прикиньте. Миллиард 700, войск там много, но очень мало пехоты. Я не стал тестировать его построение, там пехов было меньше миллиона. Вот, но, к сожалению, там оказалась пехотная фаланга. Я оттуда выйти вышел, но урона много не нанес. Но видите, пробить пробил. 2 миллиона 800 тысяч гроба со стороны противника. У нас было много Т5. Пехов там, получается, лям Т2 накидали в креп. Какое-то количество Т5, какое-то количество Т4. Ну, небольшое. Да, он не в сети, шмот не менял. Герои, в принципе, неплохие. 5 фамильяров на стене. То есть, это какой-то такой мини-сборщик. Следующим сбором я не пробиваю, потому что его укрепили уже не Т2, а, скорее всего, Т4 пехотинцами. Да, видите, там 900 тысяч Т4. И урона мало. Там наверняка вкачаны все контртипы. Есть летописец, есть нефритовый змей. Поэтому бить стрелками в пехов в такие аккаунты супер неприятные. Союзники прилетели слишком поздно, хотя мы их звали вот на протяжении последних 10 минут. Даже вот когда я сделал первый сбор, уже было сообщение в чате. Вот. Ну, поэтому у противника было время проснуться и уйти под щит. Что он, собственно, здесь и сделал. Вот. Два сбора от меня, и на этом с этой целью пришлось попрощаться. Теперь летим с аккаунта к Синго бить жирнющую цель, у которой там вроде бы 40 миллионов войск. Сейчас чуть попозже мы точно увидим, сколько. Я разведку уже получил. И иду тестировать построение осадками. Стена там не полностью прокачанная. Ну, беру так побольше. 90 тысяч Т-4, 60 тысяч Т-1 в качестве подушки. Удар. Чекаем, смотрим, что пошло в больницу. В больнице стрелки. Там есть Т-1 войска. Примерно миллионов 10. Суммарно 40 лямов, да. Там по ляму Т-5, много Т-4 и не так уж и много Т-2. Там 5 миллионов луков Т-2, это еще куда годится. А остальных двух видов вроде бы как по 3 миллиона, да, я успел разглядеть. То есть пропорции у него не очень. Т-1 войска это мусор, они ему никак в защите не помогут, то есть можно сказать, что у него 30 миллионов войск, а не 40. Но все равно пробить его точно не удастся. Даже если там ферм таланты стоят, по шмоту пока что фермы, но он может оказаться в сети и все поменять, включая фалангу. Так, перед выходом сбора ставлю бустик на 70% атаки армии за 2 секунды до выхода. А, нет, у меня таймер стоит, то есть мне нужно еще таймер кикнуть, поэтому время есть. Тут я смотрел, какой шмот лучше поставить на пехоту. Здесь, видите, камни распределены неправильно, под солянку. Я не стал уж тут ничего перекидывать. Сейчас нужно будет поменять сет, прожать кролика. Ну, потому что я точно понимал, что это будет раствор. Все-таки хочется засборить его повторно. Лидер Аксинга терять, ну, это такое себе. Там, тем более, у нас в этот день начиналась битва за Циту. Ну, все, залетаем пехами, удар. И что у нас тут по просадке? Очень даже неплохо, слушайте. Сейчас чекнем отчет. У него остается 30 миллионов войск, то есть на 10 миллионов меньше. Очень-очень больно, но где-то примерно 4 миллиона потерь. Это Т1, все остальное Т2. Стрелков Т2 у него не осталось. Остались только в передней линии Т4 и Т5 войска. Поэтому далее сборит Рок-Рок. И, кстати, даже несмотря на то, что противник поменял сет, оказался в сети, мы сбора спускать не стали. Я там чекал фалангу повторно. Она у него не менялась, поэтому мы снова пехотой залетаем стрелков. И в этот раз ему еще больнее. Ну, по войскам он потерял меньше, но по качеству войск он потерял гораздо больше, потому что в этот раз удар пришелся под Т4. Вот Т4 у него стало существенно меньше. По Вестнику Королевства мы видим 6 миллионов с небольшим суммарных потерь. По силе он потерял где-то примерно миллионов 60. Далее, когда мы начали на него там 3-4 одновременных сбора, конечно, он ушел под щит, потому что понимал, что мы его пробьем и, скорее всего, даже полностью обнулим. Там 2 пехотных сбора, 2 кавалерийских. И из его армии останется там, может быть, максимум миллионов 10. Так, тут сбор снова с аккаунта Ксинга на игрока из какой-то непонятной гильдии 114. Судя по всему, это ресурсная гильдия. Здесь просто бот забыл обновить щит, и мы залетаем пехотой в стрелков, причем там практически весь состав, это Т4 войска, с 2 миллионами луков в передней линии. Дальше сбор делать нет смысла, нужно бить в соло, и в соло нужно бить кавой, потому что стрелков там не осталось вообще. Меняю фаланги, выхожу вместе с импульсом, залетаю первым, выношу 36 миллионов силы, импульс, скорее всего, добирает абсолютно все, что там осталось после меня. Вот такие вот обнуления на сегодня, друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если ролик вам понравился. Ждите продолжения, ну и скоро мы будем менять королевство. Все, ребята, всем желаю удачи и всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok